Там светофор находится дальше. Вот вы проехали 5 метров, 10 метров, и находится светофор. Через 10 метров вот это уже светофор обязывает у себя остановиться. И там находится стоп-линия. Вот здесь вот, я говорю, вот здесь вот повернули, вы продолжаете движение. Если светофор находится через 10 метров дальше, вот он там у вас обязывает останавливаться. Это перекресток. Там красный свет горит для тех, кто едет в той стороне. А у пешеходов зеленый. Я остановился. Но он же посмотрел, не было пешеходов. Он же остановился, посмотрел. Я потом сниму, пойду. Если пешеход становится хоть одной ногой, его нужно пропускать. Прямо. Там нету равнозначных перекрёстков. Там два светофора. Это и есть первый светофор. Давайте составлять акт, я напишу, что я не согласен с Яном. Давайте увидим, кто вы для начала. Невозможно вообще что-то начать, чтобы... А кто вы и покажите. Вы же тоже не показывали документы. Покажите, пожалуйста. Вы видите, кто я. Согласно закону нашей полиции, мы оснаюли за нарушение. И в процессе разбирания мы пристраивались. А потом уже разбираемся. Ну документы же не показывали. Документы я показываю. Вы отказываете свои предоставить? Нет, я не отказываю. Он покажет. В данном моменте я не отказываю. Я хочу посмотреть ваши документы. То есть вы сначала мои увидите, а потом... А потом вы свои покажете. Вы раз в вашейской статье одно из причёных вам слышали? Не предоставление от наших документов. Нет, я пока... Одновременно он показывает. Вы обязаны их показать, а в процессе разбирайтесь, если вы в чём-то сомневаетесь, что полиция... Не на камеру. Без камеры. Без камеры. Я так понимаю, водитель профессионалов. Не первый день за рулём. Я везу в Заволём с 1961 года. Я в город знаю, как свои предоставили. У нас два перекрёстка в городе, которые обязаны остановиться. Один на посёлке Котовского, возле область больницы. И второй вот здесь. Здесь два светопора, которые в Ускоплине обязаны останавливаться. Либо знак 516, то есть не 516, а табличка стоп у таблички. Либо дорожная разметка 1.12, которая обязана останавливаться у неё. Она есть. Если она отсутствует, тогда вы можете проезжать. Она затёрта, её не видно. Можно поедать, потому что её не видно. То есть не может на неё ориентироваться. Если её визуально видите, вы обязаны у неё остановиться. Я понимаю, но там знака стоп же нет. Я вам ещё раз говорю. Что я пытаюсь довести у меня с точки? Что там два светофора. Вот первый, который вы приехали, на который вы опередировали, он дал вам поворот, вы повернули. Потом второй светофор, который есть. Следующий вот этот, для пешехода. Вот этот светофор, что стопы не обязаны останавливаться. Там вы не сразу же, вот вы вернули и тут же встали. А вам дали, там есть место, чтобы пройти, ну, просто метров 10 есть. Да, есть. Вот. Я пытаюсь это до вас завести. Что дальше, вот вы там должны останавливаться. Если я еду вдоль трамвая, я... Вы перевернули? Нет, если я еду прямо, я... Остановится. Информацию от светофора, который прямо, который горит возле линии стопы. И там здесь светофор, два светофора, которые включаются на зелёный. Да. И они вас спускают. А потом включаются красные, вы должны остановиться у стоплиники и ждать, потом они переключатся на зелёный. И после этого двигаться. С Малиновского первые двое проехали, которые на лево поворачивали, то они остановили, мы за ними трещи поехали, и на остановке. Мы когда подъехали, увидели машину к выходящему. Самое главное, чтобы водитель это понимал. Не то, чтобы вы начинаете сразу же нас реагировать, как кому-то, ну, что-то вам... Пешеход может появиться из ниоткуда. Они выбирают очень быстро. И у них зелёный свет. И ответственность вы будете нести уже уголовную, в весе 86-й. Пешехода не было, если бы спокойно поехали. Я говорю, то, что вы смотрите, это хорошо. Но вы обязаны останавливаться. И стоять до... Ну, он же не со скоростью ехал. Он не со скоростью ехал. Ну, объясните, я... Светофор равнозначный, я поворачиваю направо. Я поворачиваю направо. Правильный дорожный движение. Ты что, официантом работал раньше, или что? Не надо мне тыкать, я работаю нормально. Ну, так как ты сейчас начинаешь грузить человека, я понимаю, что ты работал... Нет, ну, я повернул направо, а пешеходов нет. Нет, если человек... Вы же на зелёный поворачиваете. Ну, да, поворачиваю направо. У вас с луком плохо, или что? Вы влезли в разговор в конце. А я не влез, это моя машина, и я здесь не влез. Я не смогу находиться. Вот первый перекрёсток со светофором. Да. Вы поворачиваете, правильно? Вы проезжаете... Малиновского угла и так, Рабина, правильно? Да, да, да. Но я постоянно на нём тоже поворачиваю направо. Вот, вы проезжаете 10 метров. Еще один светофор стоит. Совершенно верно. Я тоже на нём езжу. И стоп-линия там, 1.12 есть. Есть? Есть там, а на земле она есть? Да, нету. Но это стоп-нету там, правильно? Либо знак, либо стоп-линия должна находиться. Но мы же не со скоростью ехали, притормозили, посмотрели, перешеходов нет. И здесь зелёный свет, потому что зелёный... А стоп-линия должна дублироваться чем-то, по правилам? Там должно быть либо знак, либо линия. Одно из... Согласно, по-моему, уже и в земле. Они должны чем-то дублироваться. Одно что-то должно находиться. То есть, если не работаю... Это при работающем сигнале, правильно? А если при неработающем, то как? Он работает с светофором. Мы разговариваем с доработающим нам светофором. И вы ещё не остановились там? Он притормозил, посмотрел. Никого нету. Я себе спокойно поеду. Я просто тоже там постоянно поворачиваю. То есть, если нету пешеходов, я должен остановиться возле стоп-линии. И стоять? Вы проезжаете с стоп-линией. Вы можете так на любом светофоре проезжать. А правила проезда перекрёстка о чём говорят? Это уже проехал дальше, это второй светофор. То есть, эта зона не входит в перекрёсток, получается? Вы уже проехали. Зона вот непосредственно, вот эти вот повернули. Вот здесь пешеходы переходят с краю. Вы их пропустили, поехали дальше. Дальше он светофор, новый светофор. Второй он уже идёт. И со стоп-линией. Если не было стоп-линией, вы приехали бы свободно. Кто выезжает со стороны Малиновского, АНК, Сексадский, сельская карабина, руководство светофора. Если объективно подойти к этому вопросу, вот, если объективно подойти, вот сейчас отбросить все моменты, объективно, водитель, по правилам дорожного движения, должен чётко видеть, это перекрёсток или нет. То есть, вопрос в том, насколько далеко находится этот второй светофор. Прилично. Он видно его. Ну, в стоп-линии видно. Ну, а если мы перейдём вот от этого светофора, мы перейдём в дорогу, мы увидим, что дорога заворачивает по оси, поворачивает на Малиновского. А там, где есть заворот по оси, это зона перекрёстка. Возьмите правило, прочитайте просто, и всё. Всё, где идёт загиб, это зона перекрёстка. Вы посмотрите, что называется перекрёстка. Перекрёстка ограничивается сугубо перекрёстком. И дальше уже ограничивается стоп-линией. Для этого называется стоп-линией. Я вам сочувствую. Я, конечно, не участник этого процесса. Ну, тут человек прав, я вмешиваться как бы не буду, но я вам сочувствую, потому что человек не понимает, что такое перекрёсток и правила проезда перекрёстка. Его знает любой водитель наизусть. Любой. Вот досконально. Вот вы же знаете правила проезда перекрёстка. Я за рулём с 1981 года. Я в этом году только родился, я и то знаю, что такое правила проезда перекрёстка. Что вы человека просто излудите, я не понимаю. Я вам не мешаю делать вашу работу ради бога. Ну, если вы считаете, что можно стоп-линией проезжать на такой части нам светофоры, мы можем это спорить в 10-дневный срок. Да зачем нам испаривать? Вот я не хочу ничего спорить. Может, сейчас там что-то наше понаписывали, может, там что-то... Да ничего они не понаписывали. Может, что-то новое там понаписывали. Я объясняю. Вот первый светофор, вот только вывернули. Там человек продолжает ведение. А если проезжает уже некоторое время и не находится уже стоп-линией, это уже второй светофор, который ограничивает. Ну вот, давайте объективно разберемся. Я точно так же съеду с работы каждый день и поворачиваю там, точно так же. С янами каждый день ездят? Нет, я не про это. Я про то, что объективно. Давайте открываем правило и посмотрим, что называется перекрестком и правило проезда перекрестка. И там четко написано, что такое перекресток. Перекресток у вас ограничивается, но... Так давайте доставим... Вы-то не готовы это наказать сейчас? Пусть доставайте правила дорожного движения. Мы хотим, чтобы хотя бы... Пик, а у меня мудрюка садится. Он с 81-го года за рулем. Что ему доводить? Я еще только родился в этом... А я родился только 81-м, а он за рулем. Можно ездить за рулем, но нюансы... Вы должны быть безразличны. Вы сотрудник представитель закона. Вы должны по своему опыту сотрудника полиции сразу видеть... Сразу видеть человека. Это злостный, даже по внешним каким-то признакам. Понимаю? У него налогу не написано. Это уже злостный, не злостный. И первое пресечение уже изгорают а потом. А изначально я пытаюсь... Но вы говорите, вы не по сути. Вы просто прицепились к нему с этим перекрестком. Хотя, если сейчас мы начнем... Человек считает, что он раб, что можно проезжать. То есть я даже не слышу, что я пытаюсь занести, чтобы перехали. Так он абсолютно правильно. Он проехал пешеходом. Это не перекресток за продолжение, да? Это перекресток. Это вам кто-то изначальства рассказал. На рулевую регулированность. Регулированность поворачиваем направо. Или наверх. Должен нести, уступить, даряже к пешеходам. И здесь запутан. Вот, к пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает. А также велосипедистам, движущимся прямо в кокотном направлении. Я повернул направо. И продолжить движение. Там у вас новый светофор появляется. Ну и что, там может быть хоть 50 светофоров. Вы мне не все проезжаете. Это правило проезда в перекресток. Возить по тренингу, будет светофор. Можно дальше ехать на него, на красный? Да это не другой светофор. Почему вы считаете... Это светофоры на одном перекрестке. Я вам объясняю, потому что это стоп-лининг перед ним стоит. Если бы ее не было бы... Но вы мне объясните, кто едет вдоль трамвая, да, вот я повернул направо. Вдоль трамвая едут, они руководствуются именно этим светофором. У них зеленый, они едут, а как он включается красный, они там непосредственно остановятся. Ну правильно, я там и здесь... Так кто там там не... Я вам скажу так, это какая-то новая фишка. Им кто-то из руководства сказал, что вот здесь есть сомнительный перекресток. Это ваше мнение. Да, это мое мнение, я просто говорю, что раньше... То есть стоп-лининг надо отменить, можно ехать на пешеход, остановиться везде, как угодно. Проезжать перекресток. Можно стоп-лининг просто отменить. Возле каждого перекрестка нет стоп-лининг. И людей добить можно. По идее. По идее. Нельзя нарушать правила дорожного движения. Правила сказаны, что если... Что такое стоп-лининг? Это нужно перед не остановиться. Перед этой детьми. Главенствующим в правилах дорожного движения является правило проезда перекрестка. Это перекресток. Это перекресток. Это можно сейчас подойти только по... Можно туда подойти. Не вопрос, можно... А то же не перекресток. Если вы хотите человека на протокол развести, так я с ним пойду сейчас. Будем рулеткой мерить, сколько метров. Если протокол, это задание военных посланий. А знаете, почему я так? Потому что я каждый день с работы езжу через этот перекресток. Я каждый день точно так же езжу. А знаете почему? Потому что меня научили точно так же, как и у вас. Выбежит от вашей машины и вас поставили в район. Секунду! Мы поворачиваем направо, я выполняю правила. Я смотрю, есть пешеходы или нет. Вы поворачиваете и еще 10 метров ездите по ровной дороге после поворота. 10 метров? Больше даже 10 метров. А вы что? У меня, как у водителя, у меня блазонер разве хорошо. Вы повернули и больше 10 метров еще едете. Там максимум 5,5 метров. Хотите замеряем рулеткой подъем? Я здесь живу, я знаю здесь каждый поворот. Мы можем просто подъехать. Так что вы просто хотите человеку сказать, что он теперь должен по-новому ездить? Если он всю жизнь ездил на каждом перекрестке, поворачивая направо, нужно пропускать пешеходов, если они есть. Ну вот, возьмите пешеходный переход на площади, на доме мебели. Туда, который в сторону. Там не одна стрина универсована. Только на выезд на шанс. Ребята, вы сказали. Скажите, с какого времени действует эта норма со стоп-линией? Она всегда действовала. Тут не в том, что вы пытаетесь сказать, что я кого-то хочу наказать, что он наказатель. В том, что хотя бы человеку, если кишу, нужно останавливаться там. На стоп-линии? Конечно. Вы принципиально прицепились из-за стоп-линии. Если бы ее там не было? Не было. Мы даже не дернули квадратом. Хорошо. Как вы сказали, что весь вопрос с этой стоп-линией вошло к человеку. А-а-а! Все-таки в 17-м году я каждый день считаю судебные разговаривания. Каждый человек должен с твоей работой заниматься персонально. Я согласен с вами, я с вами помню. Почему я пытаюсь довести до людей, чтобы они понимали нарушение? Это правильно. Понимали? Здесь я тоже стараюсь с вами. Не в том, что вы считаете, что в сумме проехали? Но если бы не было эту стоп-линию, ее раньше не было. Ее нарисовали недавно. Я бы вам даже слов не сказал. Вот ее не было раньше. Понимаете? Потому что я здесь чумул 100 лет. Подождите, я езжу 100 лет. Это дорожное слово. Не, я не к вам. Я просто говорю. Я вам пишу вопросы, поверьте, что нарисуйте там одну. Когда сказали мне про стоп-линию, я как бы... Это не моя личная зла. Ее не было. Нет. Возьмите любой на черемушках поворот направо. Там нету стоп-линии. Это здесь единственное стоп-линии. Да, потому что тут есть... И еще вот это стоп-линии есть. При повороте, кто на кругу хвостов. Но сейчас изменилось там же по-другому раньше. Водитель должен понимать... Ну, посмотрите, я считаю, объективно, что вы даже до меня довели. Не только до него, но и даже до меня. Поэтому предупредительная миссия ваша выполнена. Оно пришло. Оно пришло. Понимание. То есть вот... Поэтому человека можно оставить в покое. Ну, ну, ну... Потому что я как бы тоже был не в курсе. Вы и до меня довели. Так что все нормально. А вообще предусмотрим штрафство. 22-я часть, 1-я статья, там оно прописано. Иногда нужно освежать память, просматривать. Оно никому не помешает. В 17-м году дело в том, что... Понимаете, у нас нет никакой информации. Оно должно быть по телевизору. Да, не было этого. Это не проходило нигде. Где-то что-то должно быть... Как первый век мира интернета. Так не было этого. Я бы запомнил... В 2019-й год. Они грузятся сами. Ввели... Так, понятно. Ну, хотя бы сказали новости. Я из последнего тоже помню. Это только по ограничению скорости, когда ввели на 60-м. Но они просто раз отрубили его. Да. А так ничего, никаких изменений, ничего не было. Нужно для себя, чуть-чуть там. Потому что вы управляете транспортом повышенной опасности. В нашей стране единственное дело, прописано что-то повышенное средство опасности. И если везде пешеход, перебегая на дороге, в том месте виноват, у нас будете виноваты, если вы имели возможность его увидеть, следовательно будет вас наказывать. Ну, это мы знаем. Ну, видите, как у нас все по-другому завершено. Если вы его видели издалека, вы должны были принять все меры безопасности, чтобы избежать этого. Надо еще доказать, что была возможность его увидеть. Нет, это просто... А в Европе, если он выбежит и вырос отверстие, он будет платить вам за машину. О, вот это правильно. Нам надо то же самое сделать. Ну, если нам ввели все в Европе и в Европе и в Европе правила, то я вам скажу, что все тут исполнят. Нет, нормально будет. Они очень там жесткие. Пока вы не сказали про стоп-линию, у меня были к вам вопросы, потому что я сам... Сейчас пойдем посмотрим стоп-линию. Да, пешеходам скажу, там пару наливают, бывает выбирают так вот пулей под машину. И они не видят никого. То, что вы сейчас сделали, это хорошо, что вы человеку разъяснили, но было бы хорошо. Просто иногда тяжело, когда люди не слышат объяснительно, когда вы не пытаетесь даже меня услышать, к чему я веду. Не, ну все, услышали. Просто одно дело, то, что вы так объяснили, и объяснили четко, ссылаясь на конкретную ситуацию с этой стоп-линией. А бывает другая ситуация, когда пишут протокол, вторая сторона вообще ее не слушает. Просто нате, вот, нате протокол, все, вопрос закрыт. Ну, бывает, никто не хочет спать. Ну, так меня так, меня так, что есть? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok